И сегодня на заседании президиума правительства Сергей Гапликов неожиданно заявил о сигналах, продолжающих поступать от работников компании Ассорти. Напомним, из решения собственников местной сети магазинов переуступить права на аренду помещений федеральному ритейлеру в течение некоторого времени была неясна дальнейшая судьба персонала Ассорти. Большая часть магазинов уже закрылась, постепенно на их месте открываются магазины пятерочкам. До меня доходит информация и обращение соответствующих, так сказать, бывших работников о том, что те ранние договоренности с собственником по информации не выполняются. Я просил правительства держать вопрос на контроле, в частности, исполнение собственников всех социальных гарантий, которые они брали перед сотрудниками, и не только те, которые непосредственно работают, но и дочерние предприятия, которые входят в эту систему, это северный деликатес тоже, который планируется к ликвидации при формировании вот этой вот общей истории с продажей. Значит, между тем, это все было сказано и заверено, что все вопросы решены, но, к сожалению, сегодня граждане обращаются, и есть соответствующие негативные проблемы в связи с этим вопросом. Сегодня речь идет о недовольствах бывших работников компании «Северная деликатеса», которая занималась производством полуфабрикатов, работала с Ассорти. Формально люди в декабре свои трудовые отношения закончили, отрицали заявление об увольнении, но их претензии, их проблемы, по их мнению, заключаются в том, что компания поступила за рамками законодательства. Поэтому сегодня мы к этому делу будем подключать прокуратуру, инспекцию по труду, чтобы в рамках законодательства было всем понятно, кто не выполнил то, что требовалось сделать. Напомним, ранее руководство Ассорти заверило общественность, что компания не отказывается от своих обязательств перед всеми контрагентами и персоналом. Письмо было распространено за подписью генерального директора Михаила Забровского. И сегодня же в администрации главы КОМИ прошла встреча с руководством Волговятского филиала компания X5 Retail Group. Переговорный процесс инициирован по просьбе главы республики. Принципиальными моментами стали трудоустройство работников Ассорти, выполнение всех социальных обязательств, а также решение по доступности продукции местных производителей. Максим Васильев сообщит подробности. Минимум цифр, максимум взаимного уважения. Подписание соглашения между правительством КОМИ и компанией X5 Retail Group это пока не конкретно прописанные обязательства, а скорее понятные друг другу перспективы. Сетевики обещают до конца года открыть в КОМИ до 60 магазинов. Республику же помимо чисто экономической составляющей плана развития волнует еще и социальное. Для нас очень важно, чтобы те люди, которые сегодня работая в Ассорти, не могут остаться без работы, не должны остаться без работы, были трудоустроены в значительное количество в эту новую сеть на предприятиях компании X5 Retail. И здесь компания готова идти на встречу, рассматривать для себя этот вопрос тоже в качестве приоритетного. Взаимная гибкость это еще один приоритет соглашения. Гости позиционируют себя как социально ответственную компанию, поэтому готовы идти на определенные уступки и открыты для дальнейшего диалога. Впрочем, никакой конкретики пока нет. План развития еще на доработке. Мы понимаем, что этот вопрос очень важный в регионе. Конечно, мы сделаем все возможное, но, как я уже сказал, в ближайшие месяц-два мы разработаем план развития, который будет уже более точно отображать, в каком количестве мы трудоустроим людей и остальные аспекты. Май заявлен руководством ритейлерской компании как месяц определяющий. Именно в мае сетевики намерены называть конкретные цифры и обозначить генеральную линию развития компании. Максим Васильев, Олег Юшков, телеканал Юрген, Сыктывкар.